Сегодня у нас два эфира. Вот только что прошел эфир с Мухаммедом Жановым, шоуменом, ведущим мероприятием. Тоже был классный эфир, такой честный эфир. И прямо сейчас мы ждем известного религиозного деятеля, имама Московской мемориальной мечети Шамиля Рифатовича Аляудинова. Все хорошо и видно, и слышно. Отлично. Ждем Шамиля Рифатовича. Вы знаете, у меня, оказывается, 4 года назад вела ежедневник Шамиля Аляудинова, и он назывался 90 дней. Он был такой очень эффективный. Мне что понравилось, я даже сейчас его возьму, наверное, там было четко структурировано твои цели на 90 дней, твои планы на 90 дней. То есть у нас же, мы же привыкли там планы, там писать, знаете, прописывать такие вот, как-то, знаете, без дедлайна, да, там, хочу там купить машину, хочу купить квартиру, хочу то, хочу это. Но без дедлайна. Когда у тебя есть четко, когда ты четко прописываешь все свои 90 дней, ты знаешь, какой день, что ты делаешь, оказывается, это более тебя лучше дисциплинирует, да, то есть ты быстрее и эффективнее добиваешься достигнуть, так сказать, тех целей, которые ты перед собой поставил. Так, мы ждем триллионера Шамиля Аляудинова. Я знаю, что очень много людей были у него на тренингах, на семинарах, сейчас он проводит вебинары, но, к сожалению, я не читала книги, не знаю, как-то вот у меня не получалось, но вела его ежедневник. Сейчас, когда Шамиль Рифатович к нам присоединится. Шамиль Рифатович, добрый вечер. Да, приветствую, добрый. Так, ваши дела, как ваш карантин проходит? Все классно, великолепно. Да, у вас шестеро детей, мне кажется, у вас веселый карантин. Ну, как сказать, но он веселый тем, что у каждого свои занятия, и нужно их в этом дисциплинировать. И в уборке, и в отправке занятий по музыке, там, рисовании, все эти там, учителя, школа, дистанционное обучение. Поэтому, если, наверное, больше вот в этом вопрос в их дисциплине. А сколько лет старшему ребенку и младшему? Семнадцать. Старшему семнадцать, да, младшему полтора года. Ну, семнадцатилетний парень, наверное, сын, да, у вас семнадцатилетний? Да. Он, наверное, уже знает четко, чего хочет, с таким папой, как вы, по-другому, мне кажется, никак. Ну, да, то есть я, сколько, семь лет точно, на пятидневный его брал с собой раз в году, семинары. Там, как раз, и прокачивалось, с кем он хочет. У него сначала было одно, как бы, предпочтение, потом другое. В итоге, в последние годы в направлении право. Он движется, участвовал в разных олимпиадах по праву. И сейчас у него тоже идет, как бы, больше акцент на историю, право. Сейчас поступление, как раз, в университет. Вот в эти месяцы должно было быть? Посмотрим, как процесс будет происходить. Четыре года назад я вела ваши, купила, вот как-то, зашла в Меломан, купила ежедневник Шамиля Ляудинова. Мне понравилось название «90 дней». И вот с тех пор, я вот до сих пор его помню, как я его вела, там было все очень четко структурировано. Как я должна жить, какие цели поставить, какие планы. То есть каждый день я знала, что я делаю. После этого я не могла, представляете, найти этот ежедневник, ну, уже опять пустой. И все время искала его. И у меня не получалось никак попасть на ваши семинары, но я периодически вас слушала на Ютьюбе. Вот откуда у вас вот эта вот системность какая-то? То есть вы знаете, как систематизировать жизнь? Нет, ну не то чтобы прямо-таки, вот я знаю какой-то особый секрет, просто еще, наверное, с советского периода в основном летние каникулы проходили на подмосковной даче родительской. То есть с четырех моих лет, с детства и до шестнадцати, в семнадцати уже начал постоянно работать. То есть в тот период проходила на даче, и там у нас грядки, это и пропалывать, и торф носить, сажать, собирать. Мы там, и куры у нас были, и утки. То есть за три месяца летних у нас все было, и каждый день был расписан. В том числе столярная работа, какой-то ремонт. Там двухэтажный большой дом, большая кухня, баня, в том числе для животных, то есть отдельная. И все это, ну так мы с братом за всем этим смотрели, уже там мы всегда составляли список дел, что мы делаем. Наверное, в какой-то степени оттуда дисциплина. Потом я был в лагере однажды пионерского актива и вообще в пионерском активе школы. Там дисциплина, и в том числе успел даже побывать руководителем комсомольской организации школы. И там тоже своя дисциплина. Ну и в духовном плане, с 12 лет, изучая Куран, это тоже давало определенную дисциплину. То есть какой-то, слава богу, под пагубное влияние появляющихся вредных привычек не попал. Опять же, когда я был студентом, там тоже я был с разными ребятами, и с аварцами, и с даргинцами, и с турками. То есть у них тоже определенные элементы были дисциплины. То есть, ну, наверное, в какой-то божественной, в какой-то степени божественное благословение, то, что я старался вот эти все фишки из жизни, живые, брать элементы дисциплины для того, чтобы получать какие-то определенные измеримые результаты. Ну, один из, в итоге, один из таких элементов появился, ну, уже на массовое пользование, это ежедневник триллионера. То есть у меня в том числе здесь, я сейчас отложил со стола. То есть ежедневник триллионера в последнем своем виде, он такой синий, и в том числе я всегда возвращаюсь к новым изданиям, что-то совершенствую. И, в общем-то, многие пользуются, я сам пользуюсь. Ну, вот этот ежедневник 90 дней, я прошу вас повторить, потому что он реально очень крутой. Нет, ежедневник триллионера, вы, то есть ежедневник триллионера таковой, он был годовой, такой толстый, но из-за того, что он тяжелый, мы потом перестали его издавать. А, то есть вы его разбили на 90 дней, да? Потом на 90 дней, с учетом выводов нейробиологов, которые говорят, что именно за 90 дней создаются новые нейронные пути, то есть человеку прививается уже, то есть за счет практики прививается то или иное, становится привычкой. Поэтому у вас был самый первый такой, возможно, даже такой цветной, он немного, 90 дней. А потом уже был черный, он уже назывался ежедневник триллионера. Ну вот, ежедневник триллионера, основное его название. И последний, синий, то есть он постоянно, это одна из самопродаваемых моих книг, на самом деле, и ежедневник, он есть, он так и называется, ежедневник триллионера. Ну, вообще, мне кажется, что вы, наверное, один из немногих религиозных деятелей, кто смог вообще как-то все свои знания монетизировать, да? То есть у нас же как, вот если религия... Да, я люблю это слово, то есть даже на семинарах применяю монетизировать, уметь монетизировать свои навыки. Но это в любой области сейчас актуально, в любой области. Но многие ведь думают, что если это, например, религия, то это обязательно бесплатно, или там все должно быть очень аскетично, да, чуть ли там не нищета. Ну, вопрос религии здесь, в любом случае, наш основной мой ресурс – это УММА, четыре буквы, умма.ру. Все абсолютно бесплатно. С 99-го года, считайте, это 21 год. За эти 21 год мне пришлось, и моим ближайшим партнерам мы вложили в этот процесс, чтобы создать... То есть я-то пишу бесплатно, контент. Но чтобы видео сделать, чтобы аудио сделать, чтобы технически программистам оплачивать, чтобы даже сервера оплачивать, в итоге за 20 лет это десятки миллионов рублей. А кто это будет оплачивать? Меня никогда ни государства, ни фонда, я и не обращался. То есть мой механизм мышления, то есть каждый себе свои же цели ставит. Моей целью было то, что, во-первых, одно из моих правил, которые сформулированы в высказывании пророка, о том, что просящий для себя открывает дверь нищеты. То есть для меня было важно не просить ни у государства, ни у фондов, ни у спонсоров, то есть создавать механизм, который будет финансировать мои бесплатные вот эти вот направления. Ума.ру и все что-то, ютубовские ТВ Ума. И в итоге у нас сейчас большая команда, то есть ежемесячно это порядка 700 тысяч рублей, то есть плюс-минус 10 тысяч долларов. Это чтобы заплатить всем зарплаты. А кто будет это оплачивать? То есть и с годами у нас команда только росла. Поэтому это живые люди, это у них свои семьи. С чего это они должны на меня бесплатно работать? Создавать, писать этот контент. Безусловно, контентом потом бесплатно пользуется, но есть там 5-7% в общей моей деятельности есть платные. Но это платные, да, семинары, вебинары, но никого же не заставляют туда идти. Или книжка, никого же не заставляют ее покупать. А что касается, когда люди говорят, что это все должно быть бесплатно, но это, как сказать, я так понимаю, что люди, живущие за чей-то счет, потому что в этой жизни ничего нет бесплатно сегодня. Коммунальные платежи платно, одежда платно, общественный транспорт платно, ну что бы ты, еда платна. Это, если человек говорит что-то бесплатно, он просто не жил еще эту жизнь. Если он видел, что что-то где-то раздают, во-первых, бесплатно раздаются обычно какие-то книжечки, которые потом никто не читает. Я знаю, да, фонды, которые выпускают, в том числе на государственные деньги, мне выпускают много разных книг, которые никто не читает. А мои книги я никого не заставляю, я никому не раздаю. Они и недешево стоят, и недорого, нормально стоят. Люди их покупают. То есть они в итоге сотнями тысячи, они продаются. То есть здесь паразитический, паразитический образ жизни, он, по сути дела, это вот так называемая, я называю это подсознательная бедность. Он всегда был. И он не только в религии, он везде присутствует, во всех сферах жизни. То есть жить за счет чей-то счет. За счет родителей, за счет государства, за счет старшего брата. Это нездоровый подход. Религия категорически к этому не призывает. Ну вы лучше нас всех знаете Куран. То есть вы, наверное, как-то его правильно еще передаете, то есть правильно трактуете. Вот в Куране как написано? Насчет чего? Насчет того, что он как человек должен жить. Довольно большая информация, много информации. Ну вы сейчас поймете, о каком аяте там или суре я говорю, да? То есть человек же должен жить в достатке. То есть там же не написано, что живи. Да, это специально. Даже я здесь несколько книг специально положил перед собой. Вот есть финансовая трилогия. То есть что касается богословского перевода, да, это ну это вот как толстенная книга, даже не поднимет, она 2,5 килограмма. Это только мелким шрифтом на русском языке. А так она в четырех томах с арабским. То есть это богословский перевод со всеми пояснениями, актуальными в современных реалиях. В том числе, чтобы человек не ушел и в радикализм, но с другой стороны вообще понимал в реалиях современности, что к чему, как применить, чтобы стать в итоге умнее, сильнее, набожнее. Но то, что касается бедности, богатства, я-то сам как бы с 86-го года религиозно практикующий, обычный такой земной человек, который все видит, слышит и понимает. Я знал, что эта проблема есть. Меня постоянно на этот счет и критиковали, и говорили, и завистники, и сейчас уже в последнее время хейтерами их называют. Но я специально, чтобы была возможность донести до широкого круга людей, просто сел и поэтапно написал книгу «Финансы триллионер». Она как раз на порядка около 500 страниц дает поэтапно понять, что Куран со всеми своими смыслами, как заключительное священное писание от Бога, и хадисы, высказывания пророка, они не призывают к бедности. И даже если там есть момент того, что якобы бедные зайдут раньше в рай, чем богатые, я все это поясняю. Да, есть такой хадис, но я даю соответствующее пояснение. Аяты. То есть, безусловно, любой человек, когда ищет что-то, обоснование чему-то, он при желании найдет этому обоснование. Здесь то же самое. Человек, который хочет обосновать свой паразитизм в таком большом количестве информации, как Куран, или в большом количестве информации, как Сунна Пророка, он при желании найдет. Но если говорить вообще о мусульманском богословии вообще, то там подход такой, что да, если даже ты бедный, ты не являешься плохим, но ты обязан стремиться, постоянно в Куране говорится, ибтегул мифадлиля, стремиться к проявлениям божественной милости. А она в том числе в этом материальном мире проявляется в том числе и в форме достатка, богатства, карьеры. То есть это нормально, да, когда ты хочешь быть богатым, и Куран... Не даже нормально, это обязательно. То есть в Куране, в хадисах говорится, что ибтегул вы... Но даже аят в Куране говорится... То есть те, которые усердны на нашем пути, говорит Всевышний. То есть люди... Чухт! Это умение выложиться по полной программе. Он даже одну из книг по психологии богатства читался во время, там интересно. Мне не понравилось выражение, но оно правильное выражение. Там говорится о том, что богат... То есть нас по-настоящему, не как бы на картинке богатый, в кредит. То есть по-настоящему богатые люди, они там идут, работают как проклятые. Выражение плохое, соглашусь. Но то есть я соглашусь по факту. То есть сам работая на постоянной основе с 90-го, 91-го года за эти 30 лет, в самых разных ситуациях, обстоятельствах, то есть я знаю, что на самом деле, чтобы ты чего-то добился, и не просто добился, а потом лишился, а постоянно поднимался выше, ты должен реально работать очень много. Но так как большинство не хотят вот так вот выкладываться, им нужно, конечно же, обосновать, что вот там эти им должны, те им должны, эти плохие, другие плохие. Ну, извини, как бы ты ищешь обоснование своей лени, это твоя проблема. Поэтому даже порой в мечети, когда бывали случаи, человек ко мне подходит, вот я смотрю, он примерно мой ровесник. Ну, может там выглядеть постарше, но по сути... И вот он говорит мне о какой-то своей проблеме, что им нужно финансово помочь. Я смотрю на него и думаю, вот интересно, вот ты дожил до своих, например, там 40 лет. А что ты до этого делал? А где твои друзья? А где твоя семья? Где твое окружение? Это что, там эти какие-то 2, 3, 5 тысяч рублей? То есть ты до 40 лет, ты должен быть каким, таким гнилым, плохим, гадким человеком, что вокруг тебя никого нет? Да, то есть ты за свои 40 лет не то, чтобы не заработать, у тебя даже окружения нет, которое бы тебя уважало бы и дало бы тебе эти 2, 3 тысячи какие-то рублей, потому что ты оказался в какой-то безвыходной ситуации. Тем более сегодня это платеж, человек может получить там несколькими нажатиями с любой точки мира. Ему не нужно именно вот так вот деньги передавать. Поэтому, но с учетом принципа Паретта 80-20, к сожалению, большинство, они подсознательно бедны. Они постоянно, даже когда у меня на странице что-то появляется, что что-то там должны религиозные деятели, должны, медики, должны, политики, должны. Вот эти подсознательно бедны постоянно все кто-то должен. А о том, что они должны, они об этом не думают. А вечером спокойно смотрят там новости или какой-то очередной сериал. Вот и все. О том, что они должны свое мягкое место поднимать, они об этом не думают. Мне нравится, как вы говорите, у вас все очень дерзко. Четко и дерзко. Шамир Ильфатович. Тогда как? Да, вы же как раз меняете мышление. Я знаю, что люди, которые попадают к вам на семинары, на тренинги, они оттуда выходят. Даже если там вот этот сорокалетний человек гадкий, плохой, который даже там двух тысяч рублей. Я говорю, что он гадкий, я говорю о том, что почему у него нет тысяч? Ну вот какой-то он такой на дне человек и хочет поменять свое мышление, не хочет быть паразитом. Он хочет быть нормальным человеком, чтобы у него была семья, друзья, деньги. И он приходит к вам на семинар. Он не придет ко мне на семинар, потому что, чтобы прийти на семинар, это стоит недешево. Но для него есть, и даже вот у меня часто подписчики говорят, у вас очень много бесплатного контента. Бесплатный контент. Бери бесплатно. YouTube, Uma.ru, Trillionaire.life. Берите или иные фишки, применяй. Берите или иные фишки, применяй. И люди как раз, которые приходят на семинар, то есть они платят там 200, 300, 500, 1000 долларов, 1500 долларов пятидневно-воездной семинар. Они говорят, вот мы применяли, мы увидели эффективность, мы стали богаче, мы решили уже конкретно у вас уже взять вот прямо-таки вот так по-серьезному, чтобы дальше уже подниматься, идти выше. Ну вот совсем ленивые все равно приходят к вам, и они хотят, чтобы вы за день, чтобы вы им тык поменяли сознание, и они оттуда вышли такие, все, я поменяю свою жизнь. Но у вас это получается. Но здесь в любом случае, даже если однодневный, я вот последние года два, то есть в августе 19-го года уже не ездил на однодневный, не летал, а до этого полтора года очень много летал однодневный, в Казахстане проводил. Но я всегда людей предупреждаю, учтите, говорю, вот однодневный, да, он и стоит там 30 или 40 долларов, а мы целый день с вами вот так вот работаем, то есть я там прыгаю, ору, кричу, то есть заставляю вас задуматься, да, вот так вот растрястись, но в то же время, я говорю, учтите, это будут в первую очередь эмоции. Эмоции. Потому что если вы хотите, вот даже сейчас, сегодня у нас был из шести вебинаров, шестой завершающий вебинар, это забег 45 дней. И я людей изначально, когда даже продавал два месяца до этого этот вебинар, я людям говорил, послушайте, вот мы с вами будем в забеге 45 дней, первые две недели ваш мозг будет сопротивляться. И они потом мне уже писали, да, на самом деле, да, на самом деле. И я говорю, вот мы будем конкретно прокачивать его две недели, и потом только он начнет впитывать информацию. А сегодня уже, когда шестой был, я говорю, послушайте, вот ваше старое, ленивое я, то есть нужно понять, что то, что у нас сегодня есть, оно вот наше достижение прошлого. Если вы хотите изменить окружение, измените себя, но учтите, вы должны конкретно проработать свое новое я. Это вам еще 6-8 месяцев работы с тем, что я вам передал за эти дни. И вот когда уже люди работают, даже за 45 дней, столько восторженных фокусов там, комментариев. Вау, я не думал, что у меня там за три недели этот забег за 600 долларов окупится. Ой, я не думал, что такой будет эффект. Хорошо, значит, человек был подготовлен. А тот, кто не был подготовлен, все равно я говорю, придется пахать конкретно, прежде чем вы увидите измеримый результат. Вот, ну, жизнь такова. Вот это джухт, аят, который я процитировал, джухт это вот самоотверженный труд. То есть, когда человек полностью себя чему-то отдает, не важно это, наука, культура, политика, учеба, там, финансы, не важно, он реально вот вникает, он входит в этот процесс, он годами, ну, то же самое, 10 тысяч часов, да, это порядка 10 лет, чтобы стать более-менее мастером всего дела. И вот человек вникает, вникает, вникает сосредоточенно, там боятия идет, мы откроем им благословенные пути. То есть, Всевышний говорит, на каком-то этапе, им откроется не один путь, а даже вариант. Много, да? Но. Вообще, Куран, это вообще бизнес-книга, Там все прописано. Но таких, учтите, кто доходит до такого проявления божественной милости, таких только 1-3%. Кто за самые высшие уровни берет, 1-3%. Шамиль Рифатович, я честно признаюсь, я пыталась читать Куран, но у меня плохо получилось на русском языке. Я мало что поняла. Не мой богословский перевод вы читали. Вот ваш перевод я не читала. Вот. Поэтому у вас так получилось. Да. И я прочитаю обязательно, но вот смотрите, можно сказать, что... Нет, там много нельзя читать, только по две страницы в день. Окей, прочту. Я человек такой, знаете, тоже настырный, я этим займусь. Но можно сказать, что вот вы же, вот все ваше учение, все ваши знания, вы же берете из Курана? Базис, то есть весь изначально, когда мы запускали в 2010-2011 проект «Триллионер», это везде обозначалось мусульманский коучинг. Даже потом я заметил, некоторые тоже начали мусульманский коучинг, мусульманский лончик, но не смогли вытянуть ситуацию. Это все не так просто, то есть запускать. Да, там все пропитано аятами, хадисами, мусульманскими ценностями. Вся важность в этом, потому что центрально, с чем я работаю все эти годы, это аяты и хадисы. То есть все вот эти вот красоту смысла постараться раскрыть с одной стороны, с другой стороны провести с параллелью, как человеку это применить. Поэтому, когда мои книги читают, людям нравится, они как бы так, как научные работы. Ссылка, сноска, такой-то аят, такой-то хадис, такой-то богословский источник. И в том числе параллельно, если брать триллионерную тематику, вот 9 книг по триллионерной тематике, отдельная серия, то там везде идет такая-то книга по нейробиологии, такая-то книга по психологии. То есть там идут, в кавычках, это все сочетается между собой. Это очень интересно. Вот скажите нам, мы сейчас, по сути, все проходим такое испытание, да, то есть все самоизоляции, мир, в принципе, да, сейчас весь в самоизоляции, на домашнем карантине. Вот что в Куране написано об испытаниях, да, вот вообще человек должен проходить испытания в своей жизни? Ну, во-первых, трудные ситуации, они всегда бывают. Здесь она просто так оказалась, масштаб больший. А так, в жизни любого человека всегда происходят какие-то испытания. Но я не люблю это слово. Я его практически не применяю. На семинарах людей стараюсь переучить. То есть я говорю, что это возможность и одно исправление божественной милости. Чтобы изначально при отношении к происходящим уже наш настрой был такой, чтобы извлечь из этого максимум пользы. Да, ля ту бля унна, в Куране постоянно вот это, ля ту бля унна фи амвали к вам фусикум. Вы непременно будете испытуемы и в вас самих, и в вашем материальном достатке. Такого рода аятов немало. В том числе будете испытуемы и в том, что не получите тэмарат, результаты своего труда. В том числе в том, что у вас там, в том числе частички страха будем вас закидывать. То есть там много разных форм того, что вот это вот ля ту бля унна и бтиля именно как испытание. Да, можно перевести, но не обязательно именно так переводить, потому что всегда и в аятах в хадисах говорится, что в этом Божья милость. Даже недавно я цитировал хадисы, как раз в прямом эфире заливал, по-моему, это на умовском моем, ума нижняя, подчеркивание, Нейру в IGTV. Там как раз я цитировал хадисы, что даже чума, то есть я проводил параллель с коронавирусом, чума, то есть смертоносный вирус, и там говорится о том, что для верующих людей сам пророк, это уже высказывание пророка. То есть до этого я процитировал это из Курана, чтобы не путали, а это высказывание пророка. Для верующих людей даже в том числе чума, как и любой другой смертельный вирус, поясняя в квадратных скобках, это проявление божественной милости. То есть человек верующий из этого извлекает еще больше пользы, еще больше божественного сдаяния, у него есть возможность еще более вырасти в этом процессе. Поэтому вот это вот периодически, в том числе, мне приходится на проповедях и вообще до людей доносить, то, что вот это вот мучиться ради Аллаха, терпеть, вот эти термины, они очень такие бедные какие-то, немощные, они не подходят тексту Курана и Сунны. Потому что человек верующий обычно он еще более волевой, должен быть еще более смелый. Да, в этом же хадисе говорится о том, что человек должен войти в процесс самоизоляции, чтобы других не заражать. Да, то есть этот момент есть. То есть смелость не в том, что ты будешь выходить на улицу, там со всеми обниматься, там здороваться за руку. Нет, не в этом смысле. Смелость в том, что ты не испытываешь. Сейчас люди говорят, депрессия, а вот что будет, а вот чипизация. Что за чипизация какая-то, откуда еще это взяли? То есть до этого тоже говорили, сейчас как-то прям какая-то волна. Хотя у меня подписчики, они определенного, как бы такие, настроены на работу с собой. Позитив, да. А здесь какой-то момент, что вот там, ну видно кто-то тоже, новички появляются, там чипизация, вам это не страшно, в этом не боитесь. У кого-то, ну реально, чуть-чуть начинает крыша так съезжать на фоне вот этой всей, а вот масонство, всемирный заговор, да всегда все эти, последние сколько лет интернет существует, всегда эти были разговоры. Но они вот так волнами-волнами проходят. И вот это подсознательно бедное большинство, которое больше такое паразитически, вот нам помогите, вот мы тут несчастны. Причем неважно, порой даже некоторые списки Forbes, я удивляюсь, вот Forbes.ru, некоторые начинали читать статьи, там идет тональность, что вот нам хватит, там может быть на месяц, а потом что мы будем делать? То есть человек говорит о том, что он там уже лет 10 в списке Forbes, он реально, чтобы вы не могли понять, кто это, но он реально, то есть он зарабатывает вот без преувеличения, там такой бизнес, что он не проваливается, то есть прямо из-за какой-то ситуации, он реально зарабатывал, когда обычно идет 100 и больше. То есть он просто не зарабатывает 2-3 месяца, да там сейчас. И причем он в месяц до этого, в месяц, 100 и более миллионов долларов чистой прибыли получает. Но куда ты столько денег девал, что у тебя здесь друг? И когда ты же так немножко возмутился, супруг говорит, ну Шамиль, ну он не будет же вытаскивать из своего кармана. А он сразу, они бегут там просить у государства. Но государство же в первую очередь может быть малоимущих поддержит, поэтому там те или иные, да, сейчас какие-то выплаты, такие выплаты-сяки, например, да, мы многодетные, но мне не нужны все эти выплаты, слава богу, то есть я налоги плачу, миллионами рублей исчисляются в год. То есть милость и вышли, у меня все хорошо в этом плане. Но у меня есть такое направление, там сотрудники, такое направление, там сотрудники, еще что-то. То есть это все нужно продумывать. И вот так провалились резко в яму это те, кто все тратил, потому что он думал, что всегда так много будет зарабатывать. Они все тратили, поэтому некоторые российские миллиардеры яхту за 600 миллионов евро, однажды Форбс пишет. То есть надо умудриться заказать себе яхту за 600 миллионов евро. То есть или еще что-то, еще что-то, еще что-то, а когда вдруг провал, они все закредитованы почти на 100%. И ты же за месяц не только зарплату должен заплатить, а еще по кредитам еще должен выплатить. И потом хоп, и провал. И все, помогите мне, пожалуйста. Какой помогите? То есть одно, это там человек, который получает зарплату в регионе 20 тысяч рублей, ему добавляют 5 тысяч рублей помощи, а ты тут просишь один триллион, потому что у тебя там вдруг провал, потому что... А назад прокрути, как ты жил до этого, как ты тратил до этого. Но чем больше человек зарабатывает, мне кажется, тем, может быть, он с годами просто станет жаднее. Ну, опять же, здесь... Нет, на самом деле... Здесь суть. Да, ну, мне кажется, нормальные люди понимают, что сейчас карантин, никто не зарабатывает, но все нормальные, адекватные люди должны были какой-то запас денег иметь, во-первых, запас, да, и даже сейчас, как бы в любом случае, автоматически должен быть механизм про один из детей, то есть, милостью вышнего, я хорошо зарабатывал, у меня хорошие инвестиции в 40 лет, мне сейчас полных 46, когда мне было 40, милостью вышнего, с точки зрения математической диверсификации рисков, я мог больше вообще не работать в своей жизни. То есть, это с точки зрения моих инвестиций. Поэтому, это опять же, по определенным статистикам, то есть, есть статистики у Forbes, у других, у третьих, я не вхожу в список Forbes, нет, но и статистики богатых людей. И вот по этим статистикам я вхожу в этот как раз топ-1. Но опять же, то есть, мое состояние, оно исходило из доллара к доллару, то есть, я не какие-то там, на какой-то сделке большую сумму вдруг заработал, оно вот так, доллара к доллару, но когда доллара к доллару, как у Баффета, он просто так миллиардером не стал, он занимался финансами, но 30 лет жил в одном и том же доме. У нас же, бывший в Советском Союзе такой психологии, нет. Ты заработал, купи еще больше виллу, заработал, обнови автомобиль, заработал, бизнесом летай, заработал, джетом летай, себе Боинг купи, да, то есть, один только джет, эксплуатация, полтора миллиона долларов в год, это еще без ремонта, да, и без оплачивания там, пилотов и так далее. То есть, вот люди совсем, Баффет, с чего это он так просто? У него было в 20 лет, там, 20 тысяч долларов, и только после 50, у него за миллиард перепрыгнул. Почему? А он постоянно реинвестировал. Моя формула тоже, 80, 10, 10, слышали про нее? Нет, не слышали. Да, вы что? Я прошу прощения, я не успела прочитать. Вот, вы знаете, меня интересует, да, вот все-таки в Коране, что написано про прагматичность, да, то есть, вот вы говорите там, заработал человек деньги, он пошел, купил себе еще больше дом, заработал деньги, купил еще одну машину, заработал деньги. Это нездоровое, нездоровое отношение. Вот в какой момент Всевышний возьмет и отрубит себе все это? Нет, такого момента нет. Нужно в любом случае понимать, что в этой жизни механизмы, в том числе, зарабатывание денег, успеха, они распространяются абсолютно на всех. Даже, возможно, в какой-то степени, где-то акцент на неверующих в большей степени. Почему? Потому что прям в хадисах прописывается о том, что даже неверующему Всевышний за его благие дела воздает в этой жизни. То есть, так как человек не верит в потусторонний мир, в жизнь после смерти, там он ничего хорошего не получит. Он не верит в Бога. Там он ничего не получит. Но чтобы Бог перед ним в долгу не был, за любое его благодеяние ему достатком, здоровьем, благополучием возвращается здесь. Это прямо четко прописано. Для человека верующего, да, его благодеяние приумножается как минимум в 10 раз, они возвращаются ему в этой жизни, возвращаются в вечности. Поэтому здесь, но сказать о том, что там отрубит, опять же, плохой термин, заберет. Заберет, отберет. Нет, нет, нет. То есть, нужно понимать, что любой человек, неважно, плохой он или хороший, или хороший, у него все этапами в жизни. Да. Но верующий человек, он всегда во всем, даже в этапе падения, он взлечет максимум пользы. Даже когда о сложности, он взлечет максимум пользы. А вот вы ответьте, почему? Я до этого сказал. Потому что он верит? Почему взлечет максимум? Потому что он в этом видит возможности. Здесь своей сутью, да, возможности и божественную милость. Все. В его отношении. Он прямо вот, если это бизнесовый человек, только он вообще прям, ему еще интереснее становится. Это же говорят, самые лучшие сделки с точки зрения бизнеса. Это когда самый глубокий пессимизм. Все уже разочаровались. все, рынок никогда не восстановится, цены никогда не восстановятся. Самое время заключать самые выгодные сделки. Я тоже так считаю. Я тоже вижу в этой самоизоляции, в карантине. Вчера даже, когда объявили, у нас в Казахстане продлили до конца апреля. Я, честно говоря, была рада. Потому что я сейчас еще не готова к своей новой жизни. То есть я хочу окончательно подготовиться. У меня должны быть все планы прописаны. Я хочу выйти такой, знаете, обновленной. Сейчас у нас такое предложение. Тогда обязательно. Вот я не знаю, у кого вы найдете, у кого-нибудь найдите, вы просите. Ну или на умабук.ру там электронный вариант. Триллионер думает. Там это не так много страниц. Эта книга, по-моему, эта книга, сейчас я ее найду. Найду. Я сейчас братишки скажу. Прочитайте, прочитайте, пока вот вам процесс. Прям возьмите, за три дня ее прочитайте. Она легко читается. Хорошо. Но она как раз вам поможет. А вот мне интересно, откуда, почему вы назвали свой проект триллионером? Не миллионером, не миллиардером. Почему триллионер? В книге, ну если подробно, то это в книге, она самая толстая в триллионерной тематике, этот триллионер слушает. То есть 650 страниц. Здесь подробно, но этот термин, то есть чтобы всю историю не рассказывать, там подробно написано, этот термин подразумевает человек неограниченных возможностей. То есть подсознательно бедный, они во всем видят деньги, 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 деньги. Подсознательно богатый человек, он видит во всем возможности. Правление божественной милости. Для него деньги не более чем деньги. Триллионер сам термин подразумевает то, что ты человек неограниченных возможностей. Еще до триллионерной тематики, до появления, первая книга «Триллионер слушает», она вышла, первое ее издание было в 12-м году. Потом постоянно она пересдается сейчас. И до этого, до этого я постоянно применял «Триллионер слушает сам». Мой брат звонил, он говорит, как дела? Я говорю, ну то есть вот он, он говорит, алло, я говорю, триллионер слушает. Он говорит, как дела? Я говорю, на 30 триллионов долларов. Мне это было интересно, мне как-то это понравилось. У этого своя предыстория миллион, миллиард, триллион. Но я вкладываю этот смысл в том числе поверить в безграничность божественной милости и неограниченность человеческих возможностей. И потом на одном из семинаров, это в Казани как раз было, здесь вначале это письмо, вначале этой книги «Триллионер слушает», один человек мне присылает письмо и говорит, вот, например, у Генри Форда есть такая-то книга «Моя жизнь, мои достижения». У Брэнсона, Ричарда Брэнсона, есть такая-то книга «Так, черт, тут все, берись и делай». А почему вам не написать книгу «Триллионер слушает», к вам многие прислушиваются, и вот вы бы как бы написали книгу о себе. Но я решил не о себе писать книгу, а вот там как раз вот там начали собираться вот эти все триллионерные фишки, чтобы человек, читая, открывал и внутри себя, и во внешнем мире все большее количество возможностей, начинал все больше верить в себя как человека неограниченных возможностей триллионера. Супер. Вы знаете, что я заметила? Я вот сама, к сожалению, намаз еще не читаю, но вообще хочу читать. Мне кажется, это как... Всему времени маленькие шажочки. Да. Ну, я очень люблю вот атмосферу в мечети, когда ты приезжаешь. Вот я все время смотрю на... Ну, вот я захожу в женскую зону и, честно говоря, с завистью на них смотрю, потому что я не понимаю вот все эти вот движения. Ну, вот у меня бабушка... А, ничего сложного. Да. Ну, вот хочу. И заметила, знаете, какую тенденцию? Что вот мои друзья, знакомые, которые читают намаз, они вообще живут без страха. У них нет страха. То есть они какие-то бесстрашные. Здесь какой нюанс? Во-первых, нужно понимать, что это все этапами происходит. То есть вот у меня большой такой, как сказать, от Всевышнего бонус, то, что вот 34 года религиозной практики. За эти годы я был среди разных людей, видел очень много судеб. Порой люди изначально как бы все бесстрашно, все так категорично, Маша, Алань, Шала, брат, сестра там и так далее. Но потом как-то все это начинает ломаться и куда-то непонятно, куда уходить. И тематики там вторых жен, и тематики еще какие-то непонятные. То есть как-то там кто-то начинает совсем закрываться от мира там, паранжой. То есть поэтому здесь я вот так вот прямо однозначно не говорил бы о том, что те или иные слова, выражения указывают прямо на то, что человек бесстрашен. Бесстрашен это, когда вот ты столкнулся реально с очень сложными ситуациями на работе, в жизни, там тот же самый коронавирус, да, там разный. И тебя вот реально начинают поджимать с разных сторон. Финансово, психологически, да, те же самые там, хейтеры, да. То есть, ну, что-то вот начинает поджимать. И вот здесь говорит твое глубокое внутреннее я, твое нутро, которое, по сути дела, должно быть на этом уровне в связи с Богом, оно должно быть очень разумным, очень спокойным, взвешенным и четко бить в цель, прямо четко бить в цель. Вот здесь очень часто многие люди теряются, то есть, потому что здесь, ну, поймите, то есть просто вот так вот зашел в спортзал, сейчас я тут все вот на тренажерах, там мышцы все накачаю. Может быть, сейчас и качаются, даже пробывают, то, что показывают, то человек там пил всякие, всякие химикаты, он там накачался, а потом через какое-то время перестал качаться, обычным парнем стал. Все это ушло. То есть вот настоящие мышцы, мышечные мозги, настоящие мозги, нейронные связи, это все, настоящая вера, это все закаляется ежедневным трудом, годами и десятилетиями. Ну, я как бы в любом случае не могу не сказать о том, чтобы вам начать поэтапно религиозную практику обратить внимание теперь на эту книгу «Мусульманская молитвная практика». То есть там есть... Не, на самом деле я знаю, кому обратиться. У меня есть сестра, которая читает намаз и может меня этому научить. Она научит. Мне кажется... Просто что-то должно быть, что вы держите и вот с этим двигаетесь, читаете, перечитываете, разные нюансы. Но на самом деле это так круто же, когда у тебя, вот мы сейчас говорим, там, коронавирус, надо медитировать, да? То есть намаз это же по сути у тебя 6 раз в день ты медитируешь. 5 раз в день ты медитируешь. Но в любом случае не просто медитируешь самим собой, я это называю связь с Богом. Да. Даже когда, про я детям, порой вот мы так, ну, когда их всех прямо соберешь, всех, не так прямо, чтобы всех, так часто их соберешь, вот, задним столом. Помню, то есть какое-то время назад я проводил пятидневный семинар, что мы как раз в одном номере, то нескольких там живем, в одном номере собрались, и я говорю, так, господа, одному Богу известно, когда я умру. И вот здесь вот, когда я начал, одному Богу известно, и они сами хором, когда ты умрешь, все смеются, я говорю, правильно. То есть учтите, самодисциплина, самостоятельность, да, не важно, 5 лет тебе или 15. То есть очень важно, и одно из главных, как я всегда им говорю, каждый день, умнее, сильнее, набожнее. Это тысячи раз нужно повторять. Умнее, сильнее, набожнее. Да, каждый день. Умнее, я спрашиваю, что это? Читать книги. Сильнее, это что? Фитнес, то есть какой-то спорт на пост. Физические упражнения. Да, обязательно, хоть в намашних условиях. Набожнее, это что? Молитва, намаз. Хотя бы обязательно ее часть. То есть я говорю, что если у вас будет связь с Богом, а молитва, это связь с Богом, то неважно, живо родители, умерли родители, если у вас связь с Богом, то вы никогда не пропадете. Потому что я не раз сталкивался, людей консультировал, 30-40 лет, умирает кто-то из родителей. А человек уже, по сути дела, взрослый дядя, тетя, 30-40 лет, очень сильно был привязан к своему отцу или матери. Все, человек входит в глубочинную депрессию. И не может выйти. Таблетки он просто только заглушает эти симптомы. Просто становится, даже однажды ко мне один человек подошел, не могли бы поговорить с моей женой. Вот она вот стоит, приятный человек, такая все, она молодая, 30 с небольшим. Все аккуратно одета по-мусульмански, все симпатично, модно. Я говорю, что случилось? И он мне до этого сказал, она лежит на диване целый день, как кусок мяса. И это у нее уже продолжается больше года. Я спрашиваю, когда у вас это началось? Она говорит, когда умерла моя мама. У меня, как бы, вот у меня, да, была карта желаний, я хотел достичь этого, но все было привязано к маме. Когда она умерла, я потеряла смысл вообще жизни. Человек верующий. Видите, то есть, вот это вот родители не передали привязанность к Богу. И вот эта связь с родителем, матерью и отцом была настолько, что он просто потянул ко дну этого человека. Все, я вас поняла. На самом деле, конечно, к этому нужно еще прийти. Я очень люблю вообще сама любые намоленные места. Вот, кстати, вот у меня к вам вопрос, да, как у мусульманки к мусульманину. Я люблю, ну, то есть там путешествовать и люблю все намоленные места, там, буддистский храм, я не знаю, там, церковь, да. У нас многие вот мои там друзья, казахи говорят, что там нельзя посещать чужие, это же чужая религия, чужой бог, да, там, особенно в Индии, там же у них вообще, зайдешь в храм, у них там бог такой, бог с теклой, бог Ганеша, бог там этот. То есть, вот что вы думаете по этому поводу? Нет, здесь нужно понимать, что они вам говорят, то есть они немножко, как сказать, во-первых, очень много и в интернете, и в жизни такого народного верования, народного ислама, и в современных реалиях интернета там преобладает запрет, то есть на всю запрещают, везде видят ширк, ну, как бы язычество и так далее. Если говорить о канонах, то ширк, один из самых больших, ну, по сути, самый большой грех, это приравнивание кого-то к уровню бога. Но вы же, посещая там тот или иной храм, вы этому не поклоняетесь, ни иконе, ни какому такому богу и так далее. То есть вам интересна вот эта тишина храма, ну, как вы говорите, намоленность, еще что-то. То есть вот эта вот атмосфера. Эта атмосфера бывает в музее, она может быть там в театре, в каком-то. Эта атмосфера может быть в том числе в храме. То есть это ваше состояние души, оно уже с учетом в лесу, да, вот лес, природа, тишина. Вы здесь ничему не поклоняетесь. Вы просто-напросто стараетесь услышать жизнь, увидеть красоту в жизни, но молитесь, верите вы в одного единственного бога, создателя и творца. Все. При этом вы можете изучать разные культуры. Здесь вот такая культура, там такая. Вот мы в Таиланде неоднократно проводили пятидневные семинары в Паттайе, там мусульманский район есть в оздоровительном центре. И, то есть там у них вот столько этих всяких человечек, столько всяких статуэток, едешь из аэропорта, там я и знаю, кто это, то есть местный какой-то колорит. Там никакая разница. То есть, ну, я никакого смысла обожествления в это не вкладываю, абсолютно. То есть, главное верить в своего бога, в одного. Не вопрос своего бога, да. Ну, если верить... Есть понятие создатель. Создатель. Мне даже часто, знаете, мои хейтеры пишут вот так, если я там напишу, ну, я могу сказать Господи, да, или написать Всевышний, могу написать Аллах, могу написать Бог. И вот недавно я написала там, дай Аллах, да, мне кто-то пишет. Ну, наконец-то вы начали называть там Бога Аллахом. Ну, Бог один. Опять же, весь вопрос, какой смысл вы вкладываете... Сейчас, секунду. Азиз! На улице что-то прямо, как будто ноль градусов окно открыто. Азиз! Иди сюда. Закрой окно. Здесь у нас окно в стене. Закрой окно моё. Хорошо иметь шестеро детей. Кто-то окно закроет, кто-то пульт принесёт. Нет, однажды, однажды был такой анекдот. Один человек с Кавказом говорит, вот, у меня там двое сыновей, мне не нужно этот телевизор включать. То есть они подойдут, включат или пульт, ещё что-то, то есть как бы мой пульт. И я не сторонник так общаться с детьми. В данном случае, просто чтобы не прерывать, я не закрою. не стал. А так, я сторонник, что они личности отдельные, у них как бы свои там и территории, и понимание, и, то есть, да, самодисциплина, да, здесь что-то им сказать, чтобы они убрались, там, или помыли посуду, им помочь в этом, это да. А так, чтобы они, вот это положи туда, это положи сюда, у нас такого отношения к детям нет. То есть я сам возьму, и то или иное, и сделаю. Это супер, это супер. Что касается Бога, то есть на самом деле Он один, и просто каждый, у каждого своя религия, и просто нужно уважать, да, у нас же, к сожалению, есть еще люди нетолерантные, да, то есть нетерпимые к другой религии. Ну, это вопрос не столько нетерпимости к другой религии, вопрос их внутреннего жизненного недовольства. То есть я сам тоже сталкивался с разными там всякими, потому что я еще с конца 90-х писал, такая толстая у меня книга есть, «Как увидеть рай». Все вот эти всякие крайности, запрет музыки, запрет рисования, вот эти все вещи, что ты обязан там отпустить бороду, я расписывал все это канонически с точки зрения аятов и хадисов. Пожалуйста, хочешь так, пожалуйста, запрещай себе музыку, но не говори, что она в исламе запрещена. Хочешь подлиннее бороду себе отрастить, да, пожалуйста, отрасти какую угодно, но не говори, что любой мужчина должен отращивать бороду, иначе он не мусульманин. То есть для меня это на самом деле такие темы непростые, то есть ты выставляешь себя такой, привлекаешь на себя очень сильный удар. Ну, мне было абсолютно без разницы, потому что есть очень богословие, все там один в один с ссылками с носками, аяты и хадисы, все там четко. Хотя понимают, что большинство это невежественное, но они как бы думают очень поверхностно, так называемое, туннельное мышление. Поэтому здесь, в этом вопросе тоже, лишний раз, да, не раздражать может быть, но вопрос Аллах в арабском языке, слово Аллах состоит в слове, с точки зрения языковой, из двух частей, определенного артикля, из слова Иляхун, Иляхун это Бог, Божество. Вместе, получается, Аллах, определенный Бог. И Богу в Коране четко сказано, нет ничего подобного ему. То есть, его вообразить, представить, знаешь, он не в состоянии, мы эту галактику-то не изучили до конца, уж тем более там соседние, мы еще на Марс не съездили, ни на Луну, толком не поймешь, слетали или нет. То есть, мы еще только изучаем тот мир, который вокруг нас, и вирусов, которые там появляются, пусть даже нами созданные, возможно. Поэтому, здесь понятие, Бог, Творец, Создатель, я сторонник, особо не переходить в какие-то словесные моменты, изложения, когда мне даже хотят к этому притянуть. То есть, я четко что-то поясняю, или вот цитирую из Корана, нет ничего подобного ему. Все, не надо, а Бог может, а Бог не может. Послушай, как-нибудь Бог сам разберется, он все, аля кулиши, он все может. Но вот, вот эти вот, всякие философии, финансов философия, в семейных делах, в религиозных делах, очень много философов. Философов в финансах, нищие, философов в семейном, сами конкретно, несчастные, там, у кого-то по 2-3 жены, и пацаны только делают, что грызутся. Это как вид только делает, что он несчастливый. А в итоге, там, однажды одного человека я консультировал, он говорит, у меня, говорит, да, у него, у него очень большой достаток. И он специально оплатил государство со мной. Он говорит, вот у меня 2 жены 11 лет, они меня просто пилят и пилят, пилят и пилят, я должна быть единственной. Ты взрослый дядя, он моего возраста. Ты же сам понимал все эти последствия. То есть, по сути дела, но при этом человек может, да, там, все это классно, так, там, еще что-то, мужчина там создан, чтобы чего-то, как-то. Но, послушайте, вот, нужно понимать, что то или иное, дети, семья, финансы, религия. Бери, вот, полезное, что тебя делают, умнее, сильнее, набышнее. Бери, познавай. У нас же сегодня люди хавают информацию, ничего не применяют, сплошные философы. Поэтому, вся и триллионерная тематика, в том числе, человек, духовная основа, но при этом, в том числе, материальные ценности. То есть, человек должен быть и здесь успешен, и здесь, у него на это возможности есть. И религии, наоборот, ему только помогает в этом. А что написано в Куране? Вообще, в чем заключается смысл нашей жизни? То есть, как мы должны прожить эту жизнь? О смысле жизни много спрашивали, много говорили, и в том числе, вот, подробно, это одна из самых популярных моих книг, мир души. Она первое издание было, по-моему, в 2003 году, постоянно переиздается, потом я еще расширялся, последующие издания, здесь есть как раз смысл жизни. Там очень подробно написано, на умобук. На умобук.ру, она в том числе и в аудио формате, очень интересно, электронном и печатном. И вот там подробно, но если коротко, то, что Всевышний, То есть, Господь миров сотворил такие два понятия, как смерть и жизнь, чтобы испытать вас. Да, то есть, как, опять же, предоставить вам возможности. То есть, выявить, кто из вас лучший делами. Лучший делами. Мы всегда можем быть завтра еще лучше, более лучшим, там, отцом или более лучшей матери. По крайней мере, над этим работая, мы уже какой-то вот, какой-то стандарт, какой-то качество сохраняем. Мышцы, чтобы, их нужно до боли прокачивать каждый день, даже турник, пол, мяч, чтобы просто сохранить только рельеф этих мышц, еще не нарастить. Мозги, их нужно напрягать, чтобы они не умирали, чтобы мозг не высыхал. Это как сегодня говорят же, то, что все вот эти, Паркинсон, все вот эти заболевания мозга, они из-за того, что люди перестают изучать что-то новое, напрягать свои мозги. Поэтому здесь, чтобы испытать вас, кто из вас лучший в делах. Совершенствоваться в науке, в культуре, в семье, в вопросах финансов, бесконечно можно. И человек верующий, в первую очередь, то есть, его вера должна к этому подталкиваться. Опять же, ленивое большинство, заходя в религию, хочет найти там мягкое местечко безделия, мягкое местечко медитации. И у христиан это проблема есть, и у буддистов, и у мусульман, как-то вот так вот, все, ничего не надо, и даже иногда смотришь, вот он с одной стороны говорит, ничего не надо, с другой стороны смотрит на твой карман. Или говорит, что ты ему должен. С чего это ты ему должен? Он не, то есть, он там вроде как там, вот столько. И опять же, посмотри на него через год, да, вот он вот так вот, нищим таким бедным походил, а через год как? Очень часто опять же люди перестают даже вообще элементарные вещи практиковать в религии. Поэтому вот это вот из крайности в крайность или показывает, то есть с точки зрения ислама очень порицаемо, когда человек вот принижается, или человек показывает какой-то такой, прибедняется. Это порицаемо. Последний вопрос. Вот мы за свои грехи в этой жизни ответим или в следующей? Это распространенный вопрос, будут ли наши дети отвечать за наши грехи? Давайте вот это еще скажу. Да, давайте, давайте. Нет, еще раз, нет. Каждый человек сам за себя отвечает. Вот эти всякие народные какие-то там сказания или притчи, что вот там какое-то проклятие на моих детях и за меня глупости полные. Каждый отвечает только за себя. Никто не понесет грехи другой души. Этот момент, и что касается грехов, то, по сути дела, очень красивый есть хадис о том, что человек верующий будет подвергаться трудностям в этой жизни, а мы сказали, что такое трудности. Да. Он будет подвергаться трудностям в этой жизни. Милость Божья, я запомнила. Да. Он будет подвергаться трудностям в этой жизни до тех пор, пока все его грехи не осыпятся с него, подобно как листва осыпается с дерева. Поэтому эта жизнь, это не райская какая-то обитель, но весь драйв ее в том, что это громадные возможности. И в том числе, даже если ты, безусловно, мы не ангелы, да, особенно наш язык, когда в каких ситуациях мы пересекаемся, но мы работаем над этим уже хорошо, потому что дела по намерениям. И даже если мы что-то сделали не так, но, опять же, когда люди говорят, вот мне, наверное, за эти грехи, вот такие-то грехи, что-то, что-то, когда-то, поэтому у меня такие проблемы, так это неправильная логика с точки зрения ислама. В Коране постоянно говорится, табу аслаху, табу аслаху, то есть раскаялись и справились, раскаялись и справились. Ты раскаялся? Все, забудь об этом. Не надо тащить. Мне это из-за этого. Я у людей спрашиваю, ты что, киллером работаешь? Нет. Ты там какой-то там, я и знаю, там, может быть, по ночам там что-то какое-то, насилие производишь, или там что-то воруешь, еще что-то. Нет, говорит. Я говорю, ты что, какую-то мелочь, какую-то мелочь, теперь, оказывается, из-за этой мелочи тебе якобы что-то. Да не надо так трактовать жизнь. Трудности возникли, станешь еще умнее, еще набожнее, еще богаче преодолевая эти трудности. И будет вообще совсем... Жизнь вообще начинает играть со всеми другими, новыми красками. Мелодия жизни вот так раскрывается, все цветет в уши. Вау! Оказывается, на самом деле, боже мило, что ты через эти вещи проходил, но нужно уметь пройти. Мало кому, у кого получается. Шамир Ильфатович, спасибо вам большое. Вы очень крутой, конечно. Я прямо мастер-классы получила. Можно я включу комментарии, порадую наших подписчиков? Нас смотрят почти 4 тысячи человек. И люди не верили до последнего, что вы будете в эфире, потому что мне сказали, что вы очень недоступны. Но я тоже девушка, знаете, настырная. Да, добивайтесь своего. Классно. Спасибо вам большое за классное такое интервью. Друзья, задавайте вопросы, 5 минут у нас осталось времени. Но вас в Казахстане обожают. Сегодня мне столько комментариев написали, и люди писали, как ты вообще на него вышла, понимаете? Казахстанцы на постсоветском пространстве на самом деле одни из самых прогрессивных и активных. То есть вот это вот порой волна бывает, где-то, которая там где-то в Европе начинает что-то хаять, Казахстан, сами же где-то бывшие казахстанцы. Чего-то, чего-то, это нездоровый подход. Вот те, которые вот казахстанцы, я постоянно... Разных. В Нью-Йорке я проводил, двухдневный, прямо на Бродвейме, Мариотт арендовывали. Там были казахстанцы тоже на семинаре. В Паттайе, в Таиланде, в Дубае проводил. Там тоже казахстанцы были. То есть в разных даже странах, когда проводил, казахстанцы когда были, вот у них у всех присутствует элемент, во-первых, патриотизма, во-вторых, конкретного стремления вот достичь большего, достичь лучшего. В этом вопросе они просто молодцы. Поэтому, наверное, вот так вот как-то просочеталось. Да. Как вам пришла эта духовность? Вот вы же... Вы сказали, сколько лет? 30, больше 30 лет, да? 34 года, но в 12 лет. Тогда, 86-й год, это была одна деревянная мечеть в Москве на проспекте Мира возле Олимпийского комплекса. Как раз мама меня туда сводила и ее такой посыл был, чтобы защитить меня от какого-то пагубного влияния, вредных привычек. Поэтому, милосевшим, мне это на самом деле сработало. Я никогда не пил, не курил. Каких-то вредных вещей у меня не было. Поэтому вот тогда некий такой первый шаг. И потом договорились, что были уроки, я частные уроки брал. И вот так поэтапно, постепенно. То есть я был и активистом в школе, пионерским, потом комсомольским, в то же время духовная составляющая, она параллельно тоже двигалась. Спрашивают, почему бороду можно убирать? Можете привести доказательства? Эта книжка, вот у меня сейчас просто под рукой, нет, я не стал брать тут все это. Как увидеть рай? Либо на ума.ру заходит ума4боку.ру в поиске на сайте борода. Там прям богословский материал, все мнения ученых, какие ссылки, какие хадисы, все, ну просто до мелочей. Пишут, эфир мощный, но он реально мощный, его нужно сохранить, скачать и залить еще в... В IGTV. В IGTV. Спрашивают, как начать намаз, если знаешь только русский язык? Не, послушайте, вот огромное, даже вот наше прихожание, огромное количество людей, которые в 50-60 лет научились вот при мне, я последние 23 года имам мечети, научились вообще, буквы не могли, не знали, что такое, алиф, флян там, не знали. Научились, в оригинале читают Куран, не понимают, нет, ну таджвид, правила чтения Курана, научились, спокойно читают. То же самое, как я сказал, там мусульманская молитвная практика, там же, для молитвы, это буквально там с десяток молитвенных форм, они одни и те же читаются, там все повторяется, ничего сложного, даже вот формат, эта книжка, чем она примечательна, она писалась на основе вопросов людей, то есть они не какие-то такие вот сложные, богословские, а вот человеку в этой ситуации как быть, в этой ситуации, в том числе научиться, человек уличится молитву, они прямо смотрят, есть транслитерация, и арабский, если перевод, это транслитерация, то есть научиться не сложно абсолютно, но другой нюанс. все ваши книги, то есть где-то вот есть сайт, где вот все ваши книги продаются? Ну, основное это уммабук, то есть всего у меня книг 32 за эти годы, постоянно пересдающиеся 21, основной сайт официальный интернет-магазин, это уммабук, пишется вместе, уммабук.ру, да, уммабук.ру, там есть ли книги, и электронный формат книг, и печатные, и отдельные книги есть в электронном формате, так вот доставка по всему миру, да, основная часть, да, и доставка по всему миру. Поэтому здесь вот, а, нюанс, учтите, молиться просто с мольбой обращаться к Богу, мольбой, можно на любом языке, это тоже часто уточняют, на любом языке. То есть, ну, не зная даже, например, как правильно молиться, ты просто молишься, просишь Бога. Просто вот седешь, садишься там, или стоишь, или идешь, просишь Бога о том или ином. То есть, молитвенная практика, нужно понимать, там есть определенные нюансы, которые единящие, приедете в Мекку, люди на разных языках говорят, но молятся, совершают одну и ту же молитву. Это единящий фактор. Но в то же время, каждый обращается с мольбою к Богу на своем языке, уже в нем обязательная молитва. Главное, чтобы это было искренне и от всего сердца. Ну, это как бы вот, мы с вами говорили, работа с душою, со своей сутью, это долгий процесс. В Коране говорится о том, что порой, когда у человека проблемы, то он прибегает к Богу, у него такая длинная молитва. А когда у него все хорошо, он бочком-бочком уже от Бога уходит. Поэтому здесь, да, когда у человека проблемы, у него такая искренняя молитва, ой-ой-ой. Но здесь вот эта искренность, это постоянство, постоянно наша связь с Богом. Шамиль Рифатович, спасибо вам большое за эфир. Я просто боюсь, что Инстаграм, на сейчас через час он обычно вот так выключает резко. Да-да-да, он выключает. Я очень вам благодарна. Вы реально очень крутой. И благодарна вам за то, что вот вы все свои знания вот как-то упаковываете, да, системно. То есть там в книге, у вас есть книга про Бога, я не знаю. Да-да-да. То есть все-все-все как-то вот, я не знаю, правильно структурировано. И, друзья, подписывайтесь все на Триллионера и, да, заходите на умабук. Триллионер.лайв. Понял. Триллионер.лайв. Умабук. Там можно купить книги. Умабук.ру, да. Умабук.ру. 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 Да, умабук.ру. Книги. Умабук.ру. Это просто богословский сайт ответа на все богословские вопросы. И последний вопрос. Когда будете в Нур-Султане? Даст Бог, иншалла, в осенью. Осенью. Ну все, мы вас ждем. Я буду первая, кто придет на ваш семинар. Ладно, спасибо. Может быть, к этому времени уже выучу, буду читать намаз. Вообще будет круто. Спасибо большое, да. Спасибо, друзья. Так что вам еще больше подписчиков. Спасибо. Чтобы у вас все цвело, благоухало и только рост, только вверх. Рахмет, Ауминь. Спасибо. Спасибо большое, друзья. Подписываемся на триллионер.лайв. Шамиль Аляудинов сегодня был вместе с нами. Спасибо большое. До свидания.